Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Хочется поделиться нашими новостями, не все из них утешительные. Так, например, карантин продлевается, и до 26-го числа наши залы закрыты. Ну, то есть до 26-го июля. Хочется надеяться, что 27-го они откроются, и мы уже сможем приступить к занятиям на татами. Но пока мы продолжаем виртуальные занятия через Дискорд. Мы этим занимаемся уже давно, и, в общем, наверное, не безуспешно. То есть оказалось, что можно много полезного подчеркнуть, просто анализируя видео в интернете, смотря и мастеров, и наших коллег, и учеников других Додзи. Так вот, например, мы что хорошего увидели? Ну, я для себя обратила внимание на несколько техник, которым, мне кажется, мы уделяли недостаточно внимания на татами. И я надеюсь это исправить, как только так сразу. В частности, хочется немножко больше поработать от Муно-Дори. Муно-Дори. Да. Недооцененная атака Муно-Дори. Очень приятно отрывать большие пальцы друг к дружке. И там надо работать головой, если вы помните, когда делаете асиху-наги. Да, мы, конечно, обязательно будем работать в Муно-Дори, когда вернемся в зал. Пока, кроме виртуальных занятий в Дискорде, у нас еще будут занятия на открытых площадках. Так что, приходите, занимайтесь вместе с нами. К сожалению, я не могу сказать, что приходите все, как обычно, потому что все-таки пока карантин, и мы занимаемся узким кругом строго изолированных, проверенных товарищей. Но на нас, кстати, можно и посмотреть. Между прочим, за время карантина к нам присоединились новички. Успели даже больше одного. Ну, два, это больше одного. Так что, присоединяйтесь все вы. У нас интересно и весело. Да, у нас есть материал для нового видео. Мы хотим поговорить о том, зачем вообще в интернете все это выкладывать. И айкидо, и не только айкидо. Зачем нужны все эти лайки, прости господи. Но там серьезный материал. И пока я выгляжу, как помесь Айболита и Бармалея, пока я вот этот жуткий валенок не утилизировал, я не готов. А до конца карантина я буду честно это носить. Из тех соображений, знаете, как носят узкие туфли, чтобы испытать удовольствие, когда ты их, наконец, снимешь. Что мы еще хотели сказать? Про видео. Обучающее. Про обучающее видео, конечно. За время карантина мы сняли несколько обучающих видео, которые касаются прежде всего базовым основам передвижения и стойки. То есть там, кроме этого, есть еще подводящие упражнения, которые объясняют, как делать кокки, то есть вот как выстраивать позицию рук, как формируется осанка, как раскрывается грудь, как работает таз, бедра и так далее. Это очень важная вещь. Конечно, новички могут прямо по видео заниматься, наши новички нашего додзи. Но и старшие ученики тоже вполне могут это использовать, потому что это очень важно. Я сам использую все эти практики постоянно, регулярно, потому что совершенствование этой вещи нельзя недооценить. Самое главное в любом боевом искусстве – это стойка и перемещение. Когда вы научитесь делать всякие фокусы, там как-нибудь откручивать руки страшно, это все замечательно. Но если у вас неправильная стойка и вы не умеете перемещаться, это все будет ерунда. И что, собственно, мы хотели у вас спросить? Нужно ли это кому-то, кроме наших учеников? То есть я это не открываю в общий доступ не потому, что это какой-то секрет, просто это специфическая вещь, это связано с методикой именно нашей школы. Но, на мой взгляд, это очень важно, это интересно. Так что, если вы заинтересованы, то пишите, мы вас тоже туда пустим, в этот доский круг, кружок. На этом пока новости закончились. Ждите наших видео, мы обязательно что-нибудь напишем. И, как всегда, всем хорошим людям, желаю не болеть.